Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадом. И сегодня речь пойдет о книге, которая повествует о событиях на Кубе. Итак, письмо Фиделю Кэтрин Паттерсон. Это история маленькой девочки, ну как маленькой девочки, школьницы, старшеклассницы обыкновенной, которая была свидетелем великих событий исторических, а великие события редко, когда бывают некровавыми. И которая рассказывает нам историю, ну я не знаю, вот если есть та борьба, та война, в которой я бы мог поучаствовать всеми фибрами своей души, так это вот та история, которая рассказана в этой книге. Это борьба с неграмотностью. После вот этой вот кампании, которая размахом своим напоминает, ну я не знаю, там в эпоху великих перемен китайскую историю, да. То есть это такой тотальный призыв, да, значит, на борьбу с неграмотностью по всей Кубе. Вот, после этой кампании Куба считается одним из самых грамотных государств в мире. Там практически не осталось ни фермера, ни крестьянина, ни бедняка. И это происходило, друзья мои, больше 50 лет назад. Не думайте, что это вот сейчас все, да. Значит, который не знал бы алфавита, который не умел бы читать и писать. Это великое дело, потому что с грамотности начинается нормальная человеческая жизнь, на мой взгляд. Можете меня закидать камнями, если хотите доказывать мне существование золотого века. Когда, значит, патриархальный быт, естественный натуральный обмен, естественная жизнь на природе заменяют нам все блага цивилизации. Ну посмотрим, когда у вас зуб заболит, или когда у вас там аппендицит прихватит. Как этот золотой век покажется вам, значит, с овчинку, да, небо в с овчинку покажется. Потому что, конечно, все блага цивилизации не могут существовать без образования. И вот маленькая героиня, она, значит, у нас начинается все это с драматичнейшей сцены. Когда, значит, родители, значит, когда родители говорят, нет, нет, неслыханно, о чем ты только думала, да. Когда, значит, моя девочка никогда, ни за что, значит, Лора собирается записаться вот в эту кампанию. И в школе, что называется, повесили красивый революционный плакат о том, что все, включая школьников, школьных учителей, отправляются в деревню, селятся в крестьянских домах и начинают учить крестьяна их семьи читать и писать. Начинают борьбу с неграмотностью. Вот тут я должен сделать маленькое отступление. Надо сказать, что когда-то Фидель, тот самый бородатый Фидель, та самая, значит, замечательная революция кубинская, были отдушены в жизни советских детей и советской молодежи, да. Моя мама когда-то была влюблена в этого бородатого Фиделя, потому что это был такой романтик, экзотик и романтик, которого очень давно не было в пропавшей казенной мертвячиной советской действительности. Уже отпеты все песни про комиссаров в пыльных шлемах, да, уже вся революционная романтика выродилась в совершенно очевидный советский застой, который очень сильно не напоминал идеальное государство. Хотя в нем было много прекрасного. Я уж не говорю о том, что минимальный стандарт, значит, пакет вот этих социальных гарантий получал каждый. Это действительно было государство для всех, да. Вот, очень бедное, страшное своими проявлениями вот этой вот чудовищной нищеты, но зато действительно обеспечивающее вот этот вот минимальный пакет. Главное не высовывайся, главное не пытайся доказать системе, что ты немножечко чем-то отличаешься от остальных. Коллективизм наше все. И вот на этом фоне, конечно, фигуры идеализированные безумно, фигуры героев, фигуры бойцов, таких как Гевара, таких как, значит, Кастро, да, и брат его Рауль. Вот, это такой современный пантеон был революционный. Вот, революция кубинская привела к очень печальным последствиям. И дело вовсе не только в экономической блокаде со стороны США, дело не вовсе не только в травле и, значит, в всевозможных препонах, которые США чинила кубин на протяжении всей истории, вплоть до наших дней. Даже визит Барака Обамы, значит, в наши дни, значит, на Кубу не переломил эту ситуацию до конца. Все равно лютая ненависть к тому, что посмели, значит, выгнать американскую мафию, надо называть вещи своими именами, да, всю эту кудлу страшную пинком с острова, посмели попытаться строить свое новое государство, которое, естественно, не могло строиться иначе, как на крови. Потому что сажали и расстреливали за милую душу, пользуясь примером старшего брата, а старший брат у нас в СССР, ну, просто действительно славился, да. У нас все это достаточно отошло в истории к тому времени, да, а то там это было свежо, вот, значит, всех, значит, к стеночке несогласных, остальных всех згнаить в тюрьме, вот, и так далее. Но, я помню, я рассказывал об одной повести «Беглец», да, это совершенно потрясающая повесть о том, как о нелегальных иммигрантах, которые на утлой водочке, собранной из каких-то жестяных листов, попытались пересечь Мексиканский залив, чтобы эмигрировать в США. Вот, когда с острова буквально бежали люди, с острова свободы бежали, не забываем, любое тоталитарное государство, это прежде всего тюрьма для своих граждан, да, значит, побег, знак равенства, дезертирства, да, а иначе как сбежать, просто выехать было невозможно, кто бы тебя отпустил. Вот, значит, соответственно, кроме того, они были бедные, денег на какие-нибудь там туры с авиабилетами забудьте, это история совершенно из другой, из реальности, из другого мира. И вот на этом фоне на всем разворачивается вот эта самая кампания по борьбе с неграмотностью, которая как раз, мне кажется, примером положительного опыта исторического и примером невероятного героизма всех тех, всей той сотни тысяч, значит, участников, которая там произошла. Потому что реально банды, засевшие в этих горах, накубим полно диких мест до сих пор, я уверен, а тогда это была дичайшая дичь, там отъехал на 20 километров и уже нет ни электричества, ни дорог, ни черта, ну вот, там можно было спрятать, как это полк солдат с техникой. Естественно, банды чувствовали себя очень хорошо, и они регулярно резали крестьян, которые с этим не соглашались, с тем, что у них отбирают урожай, с тем, что они должны, значит, под угрозой, опять же, ареста и тюрьмы снабжать продуктами питания этих самых сопротивленцев, да. Ну, то есть, вот нормальная партизанская война со всеми ее прелестями, в кавычках. Вот, конечно, учителей убивали, там есть два таких случая, описанные в книге, не в подробности, естественно, описанные, они упомянуты. Ну, вы можете себе представить, какое впечатление они производят на эту девочку-учительницу? Девочка-учительница – это сам по себе образ практически святой, да, вот в моей атеистической картине мира, да, тут прям какой-то меховой интернат Успенского. Потому что совершенно потрясающе, и то, что она справилась со своей миссией, не испугалась, хотя там было очень тяжело, не может городской человек просто так взять, приехать в деревню и жить себе припеваючи. Нет, дорогой мой, ты печку научись растапливать, ты с ведрами потаскайся полными воды, потому что ее просто нету, иначе не будет этой воды. Ты постирай в холодной воде щелоком или с чем-то, они там стирали, да, значит, без всякой стиральной машинки. Приготовь на очаге пищу так, чтобы она не сгорела и не осталась сырой. И научись прибираться в этой самой избе, которая там по-испански как-то на Кубе по-другому называется, но в любом случае это совершенно другая жизнь, очень суровая. О чем, собственно, с воплями отчаяния предупреждали ее родители в главной сцене, с чего все начинается. И дальше идет эта борьба. Ну, как вам сказать, вот, может быть, вам это не затронет. Еще раз повторюсь, я описал вам две стороны реальности. С одной стороны, потрясающая компания. Ни одно капиталистическое государство об этом не заботилось с такой мощью. Ни на один призыв капиталистического государства люди не откликались, как мне кажется, такими вот вплоть до школьников. Самые младшие, там в конце есть историческая справочка, что это за компания, что актер выдумал, а что она записала. По воспоминаниям реальной испаноязычной героини, да, которая во всем этом участвовала, да. Там самой младшей учительнице было 7 лет, и она ей была дана, вот она пришла, сказала, я доброволец, я буду учить. Хорошо, умеешь читать, писать? Умею. Хочу теперь кого-то научить, как призывает нас партия и Фидель. Согласна, будешь учить бабушку. Она научила бабушку, преклонного возраста, чуть ли не столетнего, да, соседку, научила читать и писать. Даже эта девочка. А самой старшей ученице было почти 100 лет. Вот такая была компания по ликвидации неграмотности. Еще раз повторюсь, это гениально, это потрясающе. И вот понимаете, чему эта книга учит помимо линии главной героини, которая, конечно, вы никогда не забудете сцену, когда крестьянин впервые в жизни увидел в каких-то царапинах и закорючках, то его надо было начинать с того, что они не умели держать карандаш. Они всю жизнь расписывались, обмакивая палец в чернила и прикладывая отпечаток пальца. Кстати, не худший способ расписаться, потому что подделать невозможно, да. Но, тем не менее, это все, что он знал про письменность, да. Это была чистая магия для него. И вдруг он увидел в этих закорючках собственное имя. И он с гордостью такой, я могу прочесть свое имя. Это потрясающе. Это не выдумать никакому художнику, потому что это сама жизнь. И вот, с одной стороны, это. А с другой стороны, история, которую не отменишь. Никто не может вычеркнуть из этой истории ни тюрьмы, ни расстрелы, ни тотальную нищету страшную, которая царила, да. Значит, когда Куба отставала в развитии в экономическом. По многому благодаря политике США, да, но не только. Просто потому что социалистическое хозяйство, оно в принципе не жизнеспособно, как выяснилось. Нам понадобилось 70 лет для того, чтобы это понять, вот. В таком виде, в каком мы его понимали, да, когда все общее и так далее. И вот только сейчас постепенно приходит осознание, что и социализм-то неплох, если взять от него лучше и смешать с капитализмом. Но за попытку придумать что-нибудь эдакое при советской власти, вы бы сели наверняка и надолго. Потому что, прежде всего, ортодоксальное мышление. И вот против этого ортодоксального мышления, вот именно этот лед взламывает эта книга. Она показывает нам, что у любой истории, вот, есть конкретная Куба, есть конкретная Кубинская революция. До этого был мрак и ужас, и если кто не знает, почитайте, да, что там творилось. Здесь есть маленький исторический очерк, хронология. В конце книги вы можете составить себе представление об истории Кубы и острова, и государства, и всего происходящего вокруг нее, вплоть до Карибского кризиса и после него. Значит, если вы об этом не знаете. Но и после этого было очень тяжело, и много было ужасного сотворено. Но были же и прекрасные страницы. Их-то тоже отменять нельзя. Вот в чем дело. Эта книга ломает вот этот лед костного мышления. Когда, как сказал учитель, так и есть. Неправильно пересказал, двойка, все. В учебнике последняя истина в последней инстанции. История, она всякая. Люди всю жизнь были и честные, и романтичные, и самоотверженные, и одновременно жестокие, неумные, и корыстные, которые пользовались плодами этой революции, да, и, в общем, совершали не самые лучшие, не самые достойные поступки. Как бы это все не хотелось романтизировать и как-то уложить в одно. То есть, вот мы видим разные грани истории. И перед нами светлая ее грань. То, что без всяких обиняков, для меня лично, как для человека, книги и книжной культуры, является безусловным достижением и просто вот, ну, образцовой историей. Когда действительно ликвидировали неграмотность целого государства. Ликвидировали в течение буквально пары лет. Ликвидировали чуть ли не добровольными усилиями. Вначале вообще хотели только добровольцев посылать. Вы же представьте себе, но вообще человек, умеющий читать и писать, не факт, что он умеет научить другого человека читать и писать. И это пришлось путем горьких ошибок, да, пробуя ошибок, понять этим самым революционным романтиком. И тогда они уже стали снимать с работы школьных учителей, посылать школьных учителей, потому что те были гораздо эффективны. Пока один доброволец бился с одним несчастным крестьянским семейством, пытаясь их выучить, да, школьный учитель успевал окучить, как говорится, сразу несколько учеников, да, их семей. Вот. И недоверие к этим городским, которые приехали тут что-то нам учить, да. И вот это все очень хорошо показано. И в конечном смысле это, конечно, торжество прогресса. Это торжество цивилизации, торжество лучшего светлого начала в человеке. И это могло происходить на Кубе, это могло происходить в любой другой стране мира, да. Для этого не обязательно делать революцию и социализм, но для этого обязательно быть по-настоящему человеком, светлым, чистым, очень преданным своим идеалам. И вы не поверите, как говорит героиня в конце, одна из ее учениц, девочка, она стала профессором математики. Ни много, ни мало. Потому что именно так и начинается путь к университетской кафедре, к открытиям, не знаю, ко всем тем, чему мы гордимся, к нашему миру. Именно так и начинается. С букв на грифельной доске, где-то глубоко в глуши, в провинции, не знаю, где люди реально вот не имеют основ, самых основ цивилизации, да, потому что с грамотности все начинается. Эта книга безумно мотивирующая и вдохновляющая. И она как раз учит смотреть на историю с разных углов и выделять то хорошее, что нужно перенимать и нужно повторять. Потому что это, конечно, ну, есть, может быть, неграмотность, это не такая уж большая проблема в современном мире. Хотя, кто его знает, я никогда не был в Африке или где-нибудь еще. Не хочу обидеть Африку. Я имею в виду страны гораздо более бедные, чем моя собственная, и гораздо более неблагоустроенные в этом смысле слова. Вот. Вот. Но, вы же понимаете, есть другие проблемы на более, на других уровнях. И начиная вот с этого, да, ребенок, юный читатель этой книги, постепенно будет понимать, как сложна та лесенка, по которой человечество с таким трудом поднимается в течение тысячелетий. Вот. А скатиться вниз очень легко. Это мы взрослые, увы, знаем на собственном опыте. Читайте, наслаждайтесь вот такое вот письмо Фиделю.